Приветствую вас, мои дорогие! С вами ваш доктор Варвара, иммунодиетолог, фитотерапевт, антиэйдж-эксперт. И сегодня мы с вами поговорим о САР или сезонно-эффективном расстройстве. Вот вы не заметили сейчас? Напишите мне в комментариях, пожалуйста, если вы заметили, что повышенная конфликтность, и люди многие более агрессивно реагируют, более раздраженные стали, конфликты возникать могут вообще на ровном месте. А у некоторых, наоборот, снижается тон жизненный, появляется такая плаксивость, депрессия, нарушение сна, сложно становится заснуть. И вот такой вот общий напряженный нервозный фон, если вы заметили, напишите, пожалуйста. И это у нас так воздействует не только полнолуние и коридор затмений, не только они. То есть САР сокращенно это сезонно-эффективное расстройство, и оно у нас связано со снижением светового дня и, как следствие, дефицитом уровня серотонина, вот этого нашего балансирующего нейромедиатора или гормона, который отвечает за состояние спокойствия, в то же самое бодрости, концентрации внимания. Все за это он отвечает. Посмотрите мою лекцию, я оставлю ссылку на эту лекцию по серотонину. Ну и почему возникают его дефициты, причины дефицита серотонина. Посмотрите, это очень важно. И также изменяется наш образ жизни. То есть если раньше мы больше времени проводили на улице, то сейчас похолодание, и дети меньше на улице находятся, больше дома сидят. И вы меньше спортом занимаетесь на улице, и на прогулки стали реже выходить. И это тоже очень влияет на уровень серотонина, что я в лекции подробно вам рассказала. Посмотрите. Ну вот, а сегодня у нас 1 ноября. И вас поздравляю с тем, с началом месяца психических обострений. И психиатры всего мира знают, что как раз особенно вот с таким холодным климатом в странах, что с началом ноября особенно идет рост психических заболеваний. Не весенний рост, а именно ноябрь нам выдает рост обострений различных психических заболеваний. И даже профилактически рекомендуют психиатры по своим пациентам принимать препараты, которые нормализуют синтез серотонина до начала ноября. И вот большинство вот этих обострений происходит по принципу, где тонко там рвется. То есть у кого, допустим, есть какая-то скрытая агрессия, то у людей наружу мы можем видеть, что люди становятся более агрессивными. Люди, которые склонны к депрессии, они там начинают впадать в депрессию. У которых низкий жизненный тонус, они начинают еще сильнее испытывать слабость и упадок сил. У которых были раньше какие-то расстройства сна, они обостряются в ноябре. И на детей также воздействует этот дефицит серотонина. У детишек, у которых была детская травма или какие-то нервные болезни, у них тоже начинаются обострения. И вы даже пока с призом своих детей можете понять, что вот он наступил этот ноябрь. Особенно это актуально там, где есть еще и похолодание, дополнительный такой фактор. На самом деле у нас не только психическими обострениями и перезагрузкой психиатров вот этот ноябрь характеризуется. Поскольку речь идет о дефиците серотонина и еще и дисбалансе нашей вегетативной нервной системы. У нее два звена, симпатическая, парасимпатическая, возбуждающая и успокаивающая в большей степени. Идет дисбаланс вегетативной нервной системы и на этом фоне у нас возникает и обострение сердечно-сосудистых заболеваний. То есть могут быть перепады давления, могут обострения сердечно-сосудистых заболеваний. Может быть, естественно, из-за дефицита серотонина, дисбаланс вегетативной нервной системы, плюс еще похолодание важный фактор, начинается у нас сезон респираторных бронхолегочных заболеваний и острых респираторных вирусных и просто респираторных заболеваний бактериальных. И вот пик начинается в ноябре, до теговря у нас продолжается. И также у нас, что у нас еще может быть, даже желудочно-кишечные заболевания, они у нас обостряются в основном в ноябре. И не только с изменением питания, это связано вот как раз с вегетативной нервной системой, которая все у нас всем управляет. Вот, предупрежден, значит вооружен. Вот для того, чтобы избежать психических последствий, дефицита серотонинового в виде всяких вот таких вот и депрессий, агрессий. То есть осенняя депрессия, это у нас обывательский термин, а на самом деле речь идет как раз о таком серотониновом дисбалансе. Либо вот это вот сезон аффективного расстройства в виде нервных стрейвов каких-то, повышенной конфликтности. Либо психосоматических проявлений, да, то есть психических, которые действуют на сома, на тело. Это сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных заболеваний. Что нужно делать? То есть прежде всего нужно следить за уровнем серотонина. И, ну, в Штатах вам бы сейчас однозначно назначили при таких вот еще перепадах светового дня, дефиците серотонина и еще похолодании назначили бы антидепрессанты. Но мы знаем, что на длительную перспективу антидепрессанты имеют побочный эффект, от них развивается зависимость. И они работают не очень эффективно в длительной перспективе, мягко скажем. Поэтому я бы не рекомендовала вам, ну, конечно, в тяжелых случаях, естественно, психиатры назначат и антидепрессанты для людей с тяжелыми психическими расстройствами и тяжелыми депрессиями. Это как вариант, им это может помочь. Но все-таки для людей, которые более-менее психически адекватные, я бы предложила другой способ. Значит, БАДы с серотонином, с трептофаном, они у нас, трептофан это у нас предшественник серотонина. Казалось бы, ну, давайте побольше этого добавим трептофана и, может быть, больше будет серотонина. Но они так не работают. Очень сложная обратная связь в организме. И, соответственно, вот просто насыпать туда, как в кастрюлю, если соль не хватает, давайте соль добавим туда и будет вкусно. Так не работает в нашем организме. Организм очень сложная, комплексная система, которую даже одну ее часть не могут воспроизвести, никакие технические изобретения. Да, ну, мы знаем, что даже, ну, не протезов нет никаких, ни глаза, ни уха. Ну, вот, пожалуй, только ушной внутреннего уха есть протез, более-менее похожий на настоящий. Даже сердце, казалось бы, мотор, и то, что он перекачивает кровь в основном, да, и то, самая достаточно простая система, которая достаточно ясно работает с точки зрения физиологии в нашем организме, и то никакие технические приспособления не могут заменить и до сих пор пересаживают сердца, да, для того, чтобы продолжить жить там каким-то, особенно богатые люди любят себе бесконечно пересаживать сердца. Однако это жизнь им, кстати, сильно долго они все равно не продлевает, даже Рокфеллеры живут, не больше стать чем-то, сто шесть, по-моему, да, Рокфеллер последний умер из стареньких, восемь пересадок у него сердца было. Ну, это говорит о том смешном названии, когда люди говорят, некоторые, значит, сильно неотягощенные знаниями люди, что кожаные мешки или кожаные мясные наряды, что-то такое. Они не знают, насколько сложно строение нашего организма, что его невозможно техническими приборами, даже часть его никак повторить. И, естественно, регуляция даже такого фактора, как серотонина, она не работает так примитивно, что давайте таблетку дадим и все будет хорошо. Ну, об этом это и подчеркивает как раз то, что в современной медицине практически нет излечимых заболеваний, то есть таблетками вот такое сложное устройство не регулируется. Можно долго лечить таблетками, что-то можно, как сказать, немножечко симптомы убирать, убирать, но большинство хронических особенно заболеваний вылечить таблетками невозможно, что и современные исследования, в общем-то, доказывают, что медикаментозное лечение, оно может снять симптомы, где-то помочь, но вылечить не может. Кстати, что может сделать? Афитотерапия может. Сейчас мы с вами про фитотерапию проговорим. Так вот, этот сложный синтез серотонина, он не работает просто на добавках, только у жестких веганов добавки с трептофаном, с серотонином могут сработать, у которых действительно есть трептофан, дефицит. Но трептофан у нас во многих животных продуктах содержится, и тот, кто потребляет, например, сыр, тот, кто ест достаточно мяса, а кто-таки, кто ест рыбу, морепродукты, в нормальном количестве, а такие практически все сейчас. То есть у меня очень мало пациентов попадает с дефицитом белка, а трептофан – самая популярная аминокислота из протеинов, из белка. Это гораздо больше у людей дефицитов антиоксидантов, противовоспалительных факторов. С белком, слава Богу, сейчас у всех даже перебор, от этого приходится людей избавлять. Соответственно, БАДами мы вряд ли этот дисбаланс вылечим. А с чем мы можем вылечить? Вот посмотрите мою лекцию «Методы повышения серотонина», как мы сами можем у себя повысить серотонин. И здесь в первую очередь выступают не столько БАДы, сколько важные очень питательные вещества из еды, количество которых мы можем с вами увеличить. Они же помогают нашей микробиотик, которая синтезирует этот серотонин. Вот посмотрите, эту лекцию там подробно рассказано, что нужно есть. Серотониновая диета называется. Это прямо отдельная беседа у меня записана. Серотониновая диета – это по факторам, которые повысит серотонин при помощи питания. Ну, потому что наши микробиоты 85% серотонина синтезируют. Это, безусловно, физическая нагрузка, ежедневные прогулки, занятия любимым делом. Добаня, то же самое, если у вас похолодание уже в вашем районе. И обнимашки, не только, значит, такие горячие, страстные, но просто все теплые обнимашки. И со всеми с детьми, и с друзьями, и со всеми близкими. Они тоже хорошо повышают уровень серотонина. И вот смотрите, если у вас это все есть, ежедневная физическая нагрузка. Не надо чрезмерная, даже небольшая физическая нагрузка по дому, на улице, прогулки. Какие-то небольшая зарядка, особенно на свежем воздухе. Да, или вы что-то еще делаете, допустим, в саду, в огороде, по даче. Занятия любимым делом, влечение, баня. Если у вас это все есть, то вам сара или сезонное аффективное расстройство не грозит. Ну, или грозит совсем-совсем немножко. Там может быть что-то, какая-то простуда, если вы переохладитесь. Если вот у вас резко вдруг упал уровень физической нагрузки, то, скорее всего, плюс еще дефицит серотонина из-за дефицита светового дня, то вполне возможно вот этого развития сезона аффективного расстройства. Поэтому посмотрите лекцию и убедитесь, что у вас нет дефицита серотонина. Что дальше еще может нам помочь? Есть такое тоже распространенное заблуждение, что алкоголь повышает настроение. И вот при похолодании, я помню такую студенческую погородку, что-то стало холодать, не пора бы нам впадать. Ну, в народе такое традиционно, что если стало холодно, почему бы не начать немножко больше выпивать. Но алкоголь, особенно чуть больше, чрезмерные дозы, особенно ноябрь, когда у вас идет процесс адаптации, большая нагрузка на печень, между прочим, в связи с этим, он тоже может сработать в обратную сторону и только ухудшить. Там будут проблемы со сном или усилится агрессивность, если так, склонность к этому есть. И чуть больше алкоголя, и вы получите обратный эффект. То есть, ну, если там вы там чашку глинтвейна выпили или там приготовили, кстати, у меня есть понятие детокс алкоголей, типа яблочный грок, вишневый пунш, правильный, где много ягод, где совсем немного алкоголя, но зато много антиоксидантов. Такой вам алкоголь, конечно, не помешает, даже поможет. Он лечебным будет свойственным обладать. Но чуть-чуть, если вы его передозируете, то это может быть обратный эффект, который вызовет дефицит серотонина и все вот симптомы сезона аффективного расстройства. Поэтому смотрим лекцию по серотонину. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если у вас какие-то симптомы. Давайте разберемся, есть у вас это сезонное аффективное расстройство или нет. И я бы вам порекомендовала то, что делали наши предки. Согласно, как я говорю, логике наших предков, что они начинали, какие травяные чаи пить, какие травы собирать, что употреблять в пищу при наступлении холодов, в ноябре особенно. Почему? Фитотерапия у нас является прекрасным антидепрессантом. Есть несколько шикарных трав, про которые я хочу вам рассказать в следующей лекции. Вот я здесь взяла часть такой чудесной травой шизонепета, которая обходит семейство ясноковые, куда относятся у нас, и зизифора, и чебрец, и пустырник туда же относятся, и котовник. И вот эти вот все семейства, они приблизительно похожим действием обладают, они очень хорошо балансируют и вегетативную нервную систему, и поднимают уровень серотонина. Единственное, что, естественно, это природная, натуральная терапия. Она не работает как таблетка, что вы выпиваете, сразу же симптом снимается, а лечения нет. Здесь эффект другой, эффект здесь накопительный, то есть вы пьете, пьете чай, я специально сделала вкусный чай шизонепета, и она немножечко такая, знаете, сложно ее одной пить, как пустырник, потому что она горчит. Но я добавила туда немножко черного чая, листьев малины, ягоды малины, и получилось прям такой очень вкусный чай. У него еще и противопростудные свойства, и на повышение иммунитета получился, то есть он и мега полезный, еще и очень вкусный. Убирает эту горчинку. Вот, соответственно, фитотерапия, если вы регулярно пьете вот эти травы, как чай, что и делали наши предки, просто заваривайте, выпивайте 3-4 чашечки, то есть вам будет и сон нормализовать, и стимулировать иммунитет, и поднимать настроение, при этом держать вашу концентрацию внимания в хорошем состоянии, у вас в бодрости, и при этом у вас не будет там никакой раздражительности, никакой нервозности, тревожности. Будет такое спокойственное, ясное, осознанное состояние, и вы просто будете видеть, да, что-то люди нервничают, может им заварить вот этого чудесного чая. Напишите свои, пожалуйста, комментарии, поставьте большой палец, если вам видео понравилось. Поделитесь своими симптомами, или может что-то у вас есть, какие-то свои методы повышения серотонина. И следующее видео я как раз вам запишу по поводу фитотерапии, вот этого сезонно-апфективного расстройства. До встречи, мои дорогие!